Нисходящий лидер молнии имеет ступенчатый характер. Генерирует ли он импульсы на вершине стержневых молниеприемников? Вопрос далее. Там, где есть импульсы, пропадает ли эффект коронирования вершины молниеприемника? Ответ. Вы знаете, этим вопросом наш институт занимался еще лет 15 тому назад. Вот да, безусловно, возникают импульсы на электроде и более того, возникают, благодаря таким коротким импульсам с крутым фронтом, возникают стримерные вспышки. И корона, ультракорона, которая бесполезна для притяжения молнии, она срывается вот такой стримерной вспышкой. Но дело заключается в том, что вот эта стримерная вспышка оказывается недостаточно мощной для того, чтобы провоцировать развитие встречного лидера. Стримерная вспышка есть, а старта лидера нет. И этот вопрос исследовался специально. Импульс нужно было не накладывать, а подавать одновременно на сам активный молниеприемник. Тогда экранирования не будет. То есть, как я понимаю, здесь как раз это и происходило? То есть, этот импульс подавался дополнительно? Этот импульс накладывался на молниеприемник. Значит, на молниеприемник действовало два напряжения, два источника напряжения. Один источник напряжения нарастал вот так, а вот в этот момент скорость его роста вот так вот увеличивалась. Именно так это и делалось. Продолжение следует...